Здравствуйте! Здравствуйте! Как ваши дела? Здорово! Спасибо огромное! Спасибо! Вы знаете, и ты мне точно это подтвердишь, мы, когда приезжаем сюда, начинаем вместе с вами молодеть душой. Хочется что-то бегать, что-то делать сразу. Хотя мне вот-вот уже 60, а все равно хочется что-то творить. Хочется какие-то, знаете, замысловатые штуки. Вот. Но, тем не менее, у нас сегодня заявлено, что мы будем разговаривать с вами о том, как достичь успеха. Что для этого нужно. А для этого иногда нужны потрясения, да. Нужно что-то делать такое, что для других кажется очень странным. Но я думаю, что мы потихоньку сейчас к этому приблизимся. И, скорее всего, нам будет разрешено задавать вопросы из зала. Конечно. Друзья мои, не переживайте. Все, что вас интересует, все вопросы, Олег готов ответить на них. Поэтому подходите к нашему модератору. Он вам даст микрофон. У вас будет возможность задать все, что вас интересует. Ну, а мы можем начинать. Давай присядем в кресло. Спасибо. И, кстати, хочу полностью присоединиться к твоим словам. Друзья мои, спасибо за то, что дарите нам еще одну молодость. Потому что тот заряд энергии, который от вас получаешь каждый день, он просто дорогого стоит. Это лучше всех косметологов, спасалонов и прочей-прочей ерунды. Вот та энергия ваша молодая, горящие глаза, желание все узнавать, желание ходить от лекции к лекции, это правда дорогого стоит. Вы большие молодцы. Спасибо. Спасибо огромное. Вот давай тогда и начнем сразу с успеха. Потому что ведь успех это, ну вот кто может определить успех? Только ты сам. Со стороны иногда кажется, что ты успешный, а ты такой, нет, товарищи, я только в начале пути. И наоборот. Кто-то скажет, да он вообще неудачник, неуспешный. А человек прекрасно себя чувствует. Вот ты к успеху на протяжении всей твоей карьеры как относился? У тебя менялись эти критерии успеха? Я буду иногда вставать, можно? У меня просто больная спина и не очень удобный стул. Смотрите, ведь мы действительно сами для себя определяем, успешен я или нет на разных абсолютно этапах нашей жизни. Когда-то, когда я был в шестом классе, первый раз мой учитель, самый лучший для меня преподаватель, наставник, как у нас сейчас правильно говорить, наставник, Шур Василь Павлович, это был режиссер театра. Он заметил в маленьком мальчике, в шестилетнем мальчике, у которого нехорошо все было с поведением. Мальчики меня понимают, что такое поведение у мальчиков, особенно когда-то в шестом, в пятом и в десятом классе. И он мне предложил сделать самую правильную вещь – пойти в театральную студию. Не для того, чтобы играть на сцене, а для того, чтобы писать маленькие пьесы. Ведь именно он тогда зародил во мне вот этого Олега Роя, который уже 36-й год пишет. И вы знаете, что больше всего мне понравилось? Я недавно подтвердил, что у меня есть право сказать, что я чего-то достиг. Объясню почему. Шур Василь Павлович однажды, когда мы ставили спектакль, попросил у театра имени Пушкина в моем родном городе Магнитогорске поставить мою пьесу. Как отреагировал театр, я вам могу сказать. Маленький мальчик написал пьесу. Ну неужели великий театр имени Пушкина будет у себя делать ее постановку? И нам отказали. Шур Василь Павлович сам поставил эту пьесу вместе с нами, с театра юного зрителя ТЮС. И мы выиграли тогда большой фестиваль. И награждение этого фестиваля происходило как раз по какому-то странному стечению обстоятельств именно в моем городе и именно в моем театре имени Пушкина. Меня вывели на сцену, и Василь Павлович вышел и сказал, вы пожалели уже сейчас о том, что эта пьеса была поставлена не здесь, а в Челябинске, заняла первое место, и я сейчас вот так вот топну, он сказал, ногой, а когда-нибудь Олег, у меня тогда еще не было Роя псевдонима, а когда-нибудь Олег выйдет и тоже топнет, когда на этой сцене будет ставиться его пьеса. Два месяца тому назад мы с театром Моссовет, с нашим любимым московским театром, приехали в город Магнитогорск. С моей пьесой мне отправленные письма. Ольга Кабо, Дмитрий Щербина, на поклон вызвали меня из зала. Я вышел, был мой любимый город, мой любимый театр, я вышел на поклон и про себя сказал спасибо Шур Василю Павловичу, и топнул ногой. Мне кажется, мне кажется, признание своего успеха это признание своих учителей, своих наставников. Мне кажется, это самое главное. Ведь в самом начале было довольно все сложно. Вы помните, в какие перипетии попадала наша страна. Я на целых 11 лет уезжал из страны, жил в Швейцарии, возвращался, летал туда и обратно, начал в Швейцарии писать книги. 11 романов вышли именно там. Но когда стране стало совсем тяжело, мы все стали возвращаться, возвращаться в свою страну. Нужно было поднимать экономику, нужно было поднимать, опять же, литературный фронт, и мы единой силы, тогда еще авторы, никому неизвестные, среди них уже сейчас, я не знаю, монстры такие, как Дарья Донцова, как Александра Маринина. Мы тогда начинали поднимать ту самую русскую литературу, которая вот сегодня, как современная, живет в этом мире, и мы с вами можем читать сегодня не только иностранную литературу, которую мы никогда не отменяем и никогда не будем отменять, но также читать наших современных авторов, в том числе и наших классических авторов. Ну вот я как-то вот, я долго отвечаю, да? Нет, прекрасно, да? Давайте поддержим, что это прекрасный ответ, хуже, когда он односложный, понимаешь, что дальше додумывайте сами. Но вы заметили, да, про театр, про сцену, бесполезно творческого человека пытаться усадить его в кресле. Это правда. Но очень, очень просим, пожалуйста. Можешь чуть-чуть? Сидеть. Да. Я буду сидеть. Я буду прикован. Это будет очень сложно, я понимаю, но я думаю, что ты справишься. Это такая роль сегодня, хорошо? Сидячая. Договорились. А вот мне кажется, что этот вопрос очень актуален для молодежи. Вот скажи, пожалуйста, если у тебя есть какая-то цель, и ты к ней следуешь, а потом вдруг понимаешь, что она тебе перестала быть интересна, и хочется пойти в другую сторону. Самое главное – понять, вот такое есть понятие, вы, наверное, все его знаете, КПД – коэффициент полезного действия. Если вы так сильно, так много вложили в свою идею, в свой проект, и вдруг по какой-то причине вы понимаете, что он дальше не идет, вы его переросли, он вам не интересен, не бросайте все вот так, не выбрасывайте все на ветер, не бросайтесь головой в другой проект молниеносно, сделайте полшага назад от проекта, посмотрите на него с разных сторон, а вдруг вы что-то пропустили, а вдруг он не такой уж и плохой, а вдруг его можно взять и кому-то передать, как уже почти готовый. Запомните, и я это всегда помню, если вы что-то начали делать, это уже ценность, нельзя с этим расставаться. Я иногда из кладбища моего, я так называю это, когда какие-то проекты я откладываю, через 5, 10, 20 лет достаю какой-то проект и понимаю, сегодня для него время, я не зря потратил это время в прошлом, достаю его и он мне начинает по-новому нравиться, я начинаю в него вкладывать свои ресурсы, время, деньги, команду, мы делаем довольно большие проекты, сейчас в разработке у нашей команды находится 27 проектов, 27, это много, мы снимаем мультфильмы, кто-то любит мультфильмы? У-у-у! Я! Да! Тоже! Тоже, тоже! Про Дракошу Тошу? О! Кто-то даже вырос на Дракоши Тоши! Кто, кто, встаньте, давайте увидимся! Ну, а сказочный патруль кто читал? А джинглики, а супер мяу, а сейчас шмяк, не путать со Шрек, волшебная лавка Есения, тоже очень круто, и мне тоже кажется, про Дракошу Тошу, я сейчас быстро отвлекусь. Опять же, вот, вам самый, вот правильно вы сказали, самый хороший пример. Я завершил дело джингликов, потрясающий проект, проект номер один в мире по 3D-анимации среди сериалов. Мы заняли в Монте-Карло первый приз, никто никогда его не брал. Мы до сих пор остаемся не, ну, как скажем, нас эту штуку никто не покорил. Так как сделаны сегодня джинглики, так никто не делает. Pixar делает, но только полные метры, а мы такое же качество сделали в коротких сериях. Так вот, проект был завершён, и знаете, какая-то пустота сразу. Вы, наверное, знаете, когда вы сдали какой-то проект, он пошёл, живёт своей жизнью, и вы вдруг ощущаете себя сиротой. Ну, ты ведь тоже это знаешь, да? Ты вдруг садишься и понимаешь, проект живёт своей жизнью. Ты ему как отец, как создатель, вдруг становишься ненужным. Его уже любят, его обожают, на него снимают какие-то рилсы, с ним как-то уже крутятся, на него продаются какие-то товары, а ты остаёшься, как бы, знаете, так в тени. Вот в такой тени я пробыл ровно сутки. Мне было тяжело. Но на следующий день был фестиваль в Суздале. У нас есть потрясающий город, жители России, конечно же, его знают. Маленький, чудный, красивый, нереальный красоты город, где на каждые сто метров стоит церквушка. Церквушка, которая старше на сотни лет, чем вся Америка. Ну, неважно. Я всё время туда буду скатываться. Вот. И на следующий день надо было ехать туда. И у меня оставалось всего ночь. И я думаю, надо что-то ночью сделать такое, чтобы поехать на Суздале и представить свой новый проект. А проекта нет. Его просто нет ещё. И я начал перебирать свои старые проекты и нашёл проект Дракоша Тоша. Только у него было только название. Мне очень нравилось. Дракоша Тоша, Тоша Дракоша. И я думаю, надо как-то выйти на сцену и что-то про него рассказать. Я выхожу на сцену, на следующий день я был в Суздале. Подхожу к микрофону. Огромный зал. Первые ряды у нас занимают наши телекомпании, радиостанции. И ты должен на них произвести впечатление, потому что деньги они тебе дадут. И я подумал, что сделать? И начал петь. Не похож на бегемота, на жирафа не похож. Он похож на динозавра, самый лучший из Дракош. Тоша Дракоша Тоша. И я заставил петь весь зал. И эта песня так и стала центральной песней моего сериала. Мы сняли 52 серии. И я тоже с ним расстался. Он теперь живет своей жизнью. Совершенно потрясающей жизнью. На него делаются новые сезоны. Я участвую, пишу книги, придумываю какие-то вещи. Но он тоже вот уже ушел от меня. И, возвращаясь к вопросу, никогда не бросайте свои проекты. Это ваши дети. Нельзя к ним так относиться. Иначе когда-нибудь они так будут относиться к вам. Но это мое. Вы поступайте, как хотите. Спасибо большое. Творческие люди очень часто повторяют эту формулу, что вообще успех – это 1% таланта и 99% трудолюбия. Вот как себя дисциплинировать? Вот вроде тебе успех пришел, уже все классно. А может же убежать очень быстро, если не будешь трудолюбивым. Как вообще вот себя настроить на работу дальше? Но я вам могу сказать, что ленивым в этой жизни ничего никогда не дается. И я… Да. Сами себе. Потому что вы-то уж точно не ленивые. Дело в том, что нельзя себя жалеть никогда. Во имя себя любимого. А проект – это вы и есть. Это ваше лицо. Это то, что вас роднит с этим миром. Нужно вкладываться. Нужно им жить. Нужно пробовать заражать им всех вокруг. И на это нельзя не тратить время. Нужно тратить. Нужно подходить к этому очень серьезно. Мы иногда с командой… Меня многие в команде ненавидят. Тихо только. Ну, громко меня ненавидеть нельзя, потому что тогда он просто вылетит из команды, да? Я такой узурпатор. Кто-нибудь сталкивался с такими, как я, которые прям жесткие? Ну, правда же. Ну, могу вам сказать, это только помогает. Это помогает. Почему? Потому что когда мы видим плоды нашего труда, команда просто радуется. Это здорово. Это классно. Но 24 на 7. У нас нет выходных. Я сегодня в 3 часа отправлял большой текст. Мы делаем сейчас большую программу. Здесь на одном из стендов мы представляем русские супергерои. Это огромный, масштабный проект. И в этом проекте участвует очень много людей. И мы как раз сегодня правили большую историю. Я правил ночью. И переносил действия из Сибири в Арктику. И надо было это делать. Почему? Потому что сегодня на площадку выходит моя команда. Они должны об этом рассказать. Но я должен это написать. Я должен поработать. Я не имею права подвести свою команду. Так же, как и они меня. И в этом случае работоспособность ваша, она должна быть уникальна. Почему? Потому что это для вас. Всегда все для вас. Никогда не вздумайте думать о том, что вы работаете на дядю. Нет. Вы всегда работаете на себя. Придет время, и проект будет только ваш. Но иногда ради нашего резюме, ради того, чтобы набраться опыта, нам приходится работать в каких-то проектах, где не все наше. 36 лет я пишу. Я последние три года не участвую в проектах как соавтор. А раньше всегда участвовал. Мне всегда было интересно. Мне нужна была всегда подпитка от моего соавтора, чтобы посмотреть, может быть, до чего-то я не дотянулся. Может быть, что-то нужно поправить. Может быть, где-то есть та самая тайна, которую для него уже открыта, а я ее еще пока не постиг. Просто иногда проходил мимо. Сейчас последние годы не делаю ни с кем соавторских проектов. И могу вам сказать, я от этого обеднел. Сейчас мы начинаем делать несколько проектов, в том числе большой проект, который называется «Россия. Страна счастья». И мы делаем азбуки регионов. И вот сделали 22 азбуки 22 регионов уже с соавторами из каждого региона. Это были ребята, это были школьники, это были студенты, профессора. Какое же это счастье работать в команде. Это так здорово, когда ты понимаешь, что ты можешь разделить радость, успех, но в то же время тот самый адский труд, без которого хорошего проекта не бывает. Если кто-нибудь из вас думает, что проект может вот так вот просто свалиться на голову и сам с собой будет расти. Скорее всего, такое бывает иногда, но настолько редко, что рассчитывать на то, что это и будет только с вами, я бы не стал. Придет, слава Богу, но для этого нужно работать и работать очень сильно. Спасибо. А можно уточняющий вопрос? Вот ты сказал, что ты достаточно жесткий начальник. А вот что это значит? Потому что это же тоже надо понимать. Одно дело, когда от тебя начальник требует просто работать и это нормально, даже если иногда в жесткой форме. А иногда бывает начальник, который говорит, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, и вообще что-нибудь сделаю, но так, чтобы я был доволен. Это, мне кажется, немножко другое, нет? Нет, нет, мы все-таки, у нас все-таки творческий состав, нас очень много. Мы сейчас вот делаем три проекта, если в совокупности взять, ну там под тысячу человек все равно вот так вот набирается, да. Но могу вам сказать, нет, даже больше, что вы, больше, намного больше. Но я имел в виду другое, есть просто ближний круг тех, кто с тобой всегда рядом. Я очень часто уезжаю за ленточку, да, или мотаюсь в Сирию. И на хозяйстве кто-то должен оставаться. Мы практически каждую неделю работаем по госпиталям. Это тоже большой труд. Вот каждую неделю у нас примерно в год около 40 госпиталей. И со мной ездит моя команда в том числе. Интернаты, госпиталя, школы, выступления. Я очень много путешествую по моей любимой стране. Почему? Потому что есть также выступления. Сейчас, как ты еще, наверное, знаешь, еще доверенное лицо президента Владимира Владимировича Путина. Поэтому тоже нужно ездить, тоже нужно встречаться, разговаривать. Это много времени. И вот в это время нужно, чтобы с тобой команда делила твои тяги. Вот я об этом. О том, что это сложно, не мне тебе об этом говорить, да. Ты, как и я, наверное, ходишь с чемоданом, где лежат на все случаи жизни все. От бронежилета, каски до, я не знаю, там, молоточка, чтобы можно было куда-то и в горы залезть в том числе. Команда. Я имел в виду вот такую команду. И да, я очень жесткий в этом отношении. Если я куда-то лечу, то у меня есть абсолютно четкий регламент, что должна сделать за это время команда, чтобы КПД наше не падало. И я за это строго спрашиваю. И с себя, и с команды. Но вот здесь часть моей команды есть. Они знают, что лучше, чем я, не найти. Да, мы видим, что они все тебе аплодируют на этом моменте и снимают. Да, это правда. А вот тогда такой вопрос. Вот исходя из того, что ты рассказал сейчас про свой график. Дома тебя не бывает. А так иногда представляется себе писатель. Знаешь, что у него есть своя комната, стол, чернильница. Ну вот прям вот такая картинка. Какой-то определенный антураж. В эту комнату уже знает, куда муза ходить. Не все время же за тобой по свету бегать, понимаешь, чтобы найти и прийти к тебе вовремя. А оказывается, нет. То есть ты прямо иногда в дороге пишешь, в окопе, на выступлении на каком-то. Я не знаю где. Как у тебя все это происходит? День писателя Олега Роя. Ну вот, ты опять же абсолютно права. Это есть такой имидж, что у писателей, может быть, и есть такие писатели. Просто я к ним не отношусь. Я пишу там, где мне придется. Где у меня есть время. Мы в 22-м году в Мариуполе, когда он вот-вот должен был встать, вернуться в родную гавань, мы попали под обстрел и несколько суток сидели в подвалах. Дети, раненые, женщины, обстрелы, страшно всем. Ну, ты все равно находишь время и там что-то писать. Там родились рассказы, которые потом легли в основу целой книги. Маленькие истории большой войны, где мы разговаривали с солдатами. Потом были путешествия в Сирию вместе с нашими вагнерами. И ты вместе с ними также по разным базам путешествуешь. А это все не очень не опасно. Это все очень и очень опасно. И ты начинаешь писать уже про них. Ты начинаешь с ними общаться. Ты начинаешь жить этой жизнью. И без этого невозможно. Я приезжаю после госпиталя, какое-то время отхожу от потрясения. Сотни и сотни моих выступлений в госпиталях не дают мне права ни разу выйти из госпиталя без ощущения, что у меня сердце разрывается. И невозможно к этому привыкнуть. Но ты приходишь домой и начинаешь писать. Почему? Потому что ты понимаешь, что наши солдаты, которые воюют сегодня за весь мир, они должны быть уверены, что у их детей будет счастливое детство. Будут хорошие книги, прекрасные мультфильмы, потрясающие спектакли, фильмы. И ты работаешь с такими же подростками. Ты ездишь. Я даже сейчас начал выступать. Это, наверное, выглядит и слышится смешно в детских садиках. Представляете? И это оказалось так здорово. Дети тебя знают. Они с тобой уже общаются. Это маленькие карапузики, которым через год идти в первый класс. Но они уже сегодня могут тебе столько рассказать интересного. Они знают твои мультфильмы. И приезжая оттуда, ты пишешь для них новые истории. И не важно, что показано на часах. Час ночи, три утра. Для меня не существует этого графика. И место не важно. Компьютер, если он работает, то это хорошо. А так лист бумаги, ручка, карандаш. Все, что только можно. Или сейчас, мы же все понимаем, мы же живем в очень интересное время, когда наши телефоны превращаются в диктофоны, и мы можем просто надиктовывать то, чем хочется поделиться завтра на листе бумаги, но бумаги нет. И ты просто иногда часами надиктовываешь, надиктовываешь, потом это все переводишь, и вдруг получается потрясающая вещь, которую ты мог бы не написать, если бы не поленился надиктовать. Вот, и опять не надо лениться. А вот теперь представься, как ты потомкам сейчас жизнь осложнил? Вот раньше, ну я просто с детства, почему я сказала про этот стол, про чернильницу, ну кто из нас не был в домах, в квартирах известных наших писателей, всемирно известных, как бы сейчас кому не понравилось это выражение, но это так, это данность, факты, и никогда никто с этим ничего не сделает. Но они именно так и выглядят. Вот куда потомков будут водить и показывать? А где писал Олег Рой? Знаете, нужно пол шара земного объехать, чтобы показать, где он писал. Ну да, писатели поступают на самом деле очень хитро. Мы хитрые. У меня, конечно же, есть в Москве квартира, которую я там обставлю, наверное. С чернильницей. Да, я все, я создам антураж. Иногда, знаете, когда ты понимаешь, что нужна легенда, ты начинаешь рассказывать эту легенду. Ну, условно говоря, собираются какие-то такие очень серьезные люди, да, может быть, даже из общества знания, которые садятся напротив тебя, им тоже вот-вот за 60, как и тебе. И они говорят, Рой, ну как там у тебя, как пишется? И ты понимаешь, им уже вот так вот ничего не скажешь. Да, и ты начинаешь говорить, сложновато было. Сегодня я перебирал свои старые рукописи. Я долго думал, подойдут ли они для меня или нет. Последняя глава потрясла меня настолько, что я все перечеркал. Я подошел к камину, развел его и хотел бросить и сжечь ее. И они все, нет, я не сделал этого. Это все легенды. Наверное, когда-нибудь, когда меня не станет, а меня когда-нибудь не станет, да, эти легенды, я их записываю. Кто-то на них что-то там сделает или расскажет. Но у меня дом, в котором я живу, и я увидел, там можно маленькую табличку сделать. Здесь жил, творил Олег Рой. А уж что он там творил, это уже другое. Спасибо за честность. Тогда вот, ну все, наверное, друзья мои, знаете, выражение такое для всех авторов, творцов? Страх чистого листа. Всем же понятно про что, да? Все же знают это выражение. А ты с ним сталкивался когда-нибудь? Нет, никогда. Могу вам сказать, как его преодолевать. Итак, перед вами чистый лист бумаги. Вы понимаете, что вам нужно что-то написать. Не прикасайтесь к нему сразу. Попробуйте с ним поговорить. Поговорить о теме, которую вы хотите написать. Ну, к примеру, любая тема. Скажите любую тему. Ну, любая. Что? Путешествие? Итак, вы садитесь, вам нужно написать путешествие. Причем вам нужно написать либо детектив, либо юморную, либо фантастику, либо эссе. Собираясь в путешествие, я собирал свой рюкзак. Понимая, что это путешествие на другую планету, это уже фантастика. И мы начинаем рассуждать. Я положил туда то, о чем знал. Знал об этой планете. А знал я о ней мало. Она находится, и ты начинаешь уже разговаривать. Дальше у нас есть там детектив. Это путешествие далось ему очень сложно. Он знал, что именно в этом особняке произошло то событие, которое ему предстоит расследовать. Никогда бы он не решился ехать туда, если бы не тот странный звонок. И вы дальше начинаете рассуждать об этом. Путешествие, в которое она его толкнула, он-то ведь думал, что это он был в краю угла. А оказалось, он был просто мальчиком, она его на поводке завела именно туда, в тупик, в тупик отношений. Она просто сыграла на ревности. Не его, а другого. Он инструмент. И дальше мы рассуждаем совершенно о другом. Или эссе, которое мы говорим, мы хотим написать о путешествии. Вы записали? Успели? Мое путешествие в Сириус началось задолго до этого дня. Вы пишите в эссе. Дальше пишите про себя, как вы к этому шли, что вам здесь интересно. Я бы хотел постречать много друзей. Ведь там и дальше идут, что там, что вы хотели ожидать. Вот самое главное, приготовиться к тому, чтобы плюхнуться с головой в этот белый чистый лист бумаги. Без подготовки не беритесь, не идите. Зачем? Потратьте 10 минут и пофантазируйте вокруг него. Походите вокруг этой темы. Я ведь иногда, бывает, начинаю какую-то тему, которую мне надо. Я прям понимаю, вот этот вот сюжет, он мой, его надо сделать. Начинаю садиться, обдумывать. И вдруг его отодвигаю в сторону, потому что рождается что-то более интересное. Более капиталоемкое. В слове капитал для меня. Затраченное время и куда я потом этот проект буду применять. Либо эссе, либо рассказ, либо какая-то фантазийная повесть. Ну вот, надеюсь, я ответил. Ответили? А можно будет потом... А я так понимаю, вы пишете, да? Ну, начинайте. А можно будет ему потом написать, что соавтора Олег Рой? Ну, сразу же договоримся. Это же молодежь, они же сразу. Договариваться надо с ними. Можно? Надо сразу договариваться, что... Во-первых, надо договариваться не только о соавторстве, а о гонораре, о процентах, о дивидентах, о том, кто сверху будет стоять на книге, а кто чуть поодаль, а какими шрифтами будет выполнена моя фамилия и ваша. Огромное количество всего. И лучше договариваться сразу. Спасибо за мастер-класс. Спасибо за мастер-класс. А у нас есть вопросы из зала. Друзья мои, давайте задавать... Вот сейчас к вам будет подходить модератор с микрофоном. Хорошо? Вы представляетесь, встаете, представляетесь и задаете вопрос. Добрый день. Меня зовут Дмитрий. Я из Луганской народной республики. А подскажите, пожалуйста, как вы ищете вдохновение для своих рассказов, сценариев? Вы рассказывали, что вы смотрели предыдущие про Дракошу Тошу и на его основе что-нибудь новое создавали. А какие другие способы вдохновения? Ну, во-первых, я могу вам сказать, наверное, это небольшой секрет для вас, что вдохновение бывает двух видов. Это интересно мне, потому что я хочу этим жить. Это очень здорово для меня. И я сейчас применю сюда всю свою фантазию и энергию. И второе вдохновение – финансы. Писатели не кушают облачка. Мы тоже питаемся. Поэтому есть второе вдохновение, когда ты понимаешь, мне надо работать. Надо, нужно сделать вот это, это и это. Почему? Потому что вся команда зависит от твоего труда. Это два разных типа вдохновения. Я никогда не терял вдохновение. Никогда. Объясню почему. Я никогда не брался за один проект. У меня всегда была череда проектов. И если к одному проекту я вдруг чуть-чуть остывал, я тут же переключался на другой. Но это не значит, что этот проект прекращал свою жизнь. Нет. Он также продолжал функционировать. Просто не с таким, скажем так, КПД, как я привык об этом говорить. Но, тем не менее, вдохновение – это ты. Если в тебе нет лени, то нет слова «вдохновение». Вдохновение – слово выдумали лентяи, чтобы оправдать свою лень. Вот, знаешь, вот правда, вот я сижу, ты ко мне подойдешь как-нибудь, да, там, а я вот уже не хочу писать, мне лень, все у меня хорошо. И ты мне говоришь, Рой, а что ты давно романы не выпускал? Я думаю, что же ему ответить? И я, знаешь, вот так говорю, ты знаешь, вдохновение пропало. А на самом деле мне просто лень из тех двух факторов. А, больше не нужны деньги. Б, мне нечего больше сказать. Просто не хочу, не хочу. Когда захочу, буду писать. Но это не вдохновение, это лень. Спасибо большое. Спасибо огромное. Здравствуйте, меня зовут Кравченко Мария. Я учитель города Брянска, и у меня следующий вопрос. Если бы вы задумали проект «Азбука современной молодежи», какие три буквы были бы, по вашему мнению, основными, и как бы они расшифровывались? А вы знаете, мы можем пойти всегда… Вот смотрите, когда мы с вами… Я вас хочу просто чуть вот сдвинуть чуть-чуть в сторону, но в рамках вашего вопроса. Всегда делайте полшага назад и смотрите, что сегодня главное, к примеру, для нашей великой страны. Владимир Владимирович сказал, этот год какой год? Семьи. Семья. Вот вам уже буквы. А давайте теперь попробуем каждую букву в слове «семья» разложить на азбуку молодежи. И «С» – это будет счастье. И не только счастье. И дальше мы начинаем рассуждать, а на что еще похожа эта буква? А если ее… Ну, то есть, дальше включается фантазия. Но в этом случае вы всегда в этом своем вдохновении придерживаетесь двух правил. Очевидность того, что это будет интересно сегодня, и это интересно вам, и интересно молодежи. Вы даете некую игру, в которой сами принимаете участие, не составляя пазл, который вы еще у себя в голове не сложили. Делайте сразу все так, чтобы это было интересно всем. Изучайте то, что происходит сегодня здесь. Я бы начал вот с этих букв. Спасибо большое. Муравейников Дмитрий, Республика Беларусь. Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас любимый герой-антагонист ваших произведений? Да, конечно. Я, как мальчик, очень сильно люблю антагонистов. Очень сильно. У меня есть роман, который называется «Старьевщица». Вот. Если бы было у меня больше времени, я бы вам прочитал главы из этого романа на память. Вот там есть «Старьевщица». Она покупает за огромные деньги самые хорошие воспоминания у главного героя. Она выхолощивает его жизнь, делает его абсолютным монстром. Она и есть монстр. Ну, как я ее люблю. Спасибо. Спасибо. Тогда следующий вопрос. Раджко София, Республика Беларусь. У меня к вам такой вопрос. Много ли у вас незавершенных проектов? И собираетесь ли вы их завершать? И как найти в себе силы, вдохновение, чтобы все-таки их завершить и довести до конца? Про вдохновение вы уже мой ответ слышали. Да, надо просто не лениться. Проектов у меня сейчас, которые лежат, как я уже сказал, у меня в кладбище моем, на кладбище, их сейчас 11. Это не значит, что это плохие проекты. Ни в коем случае. Просто сейчас, по всей видимости, не то самое время для этих проектов, чтобы их достать, встряхнуть и начать их делать. И так много всего. Но есть очень любимые проекты. Проекты, которые ты не можешь себе позволить бросить. С ними слишком много связано. С ними связана семья, любовь, родина, твое личное отношение к чему-то или твое личное я. От таких проектов нельзя отказываться, нельзя делать их сиротами. Нужно все равно им уделять время. Да, может быть, не все, но постараться их довести, чтобы потом самому себе сказать, я не предатель. Все начинается с малого. Предашь свой проект, потом предашь себя. Когда-нибудь на что-то разменяешь, на что-то более важное. Спасибо большое. Здравствуйте, Олег. Меня зовут Владислав. Иркутская область. Вы много путешествуете и общаетесь с разными людьми. И у меня такой вопрос. Назовите три главные качества русской души. Что мы ему ответили? Вы знаете, у нас много, у русских много качеств. Это все-таки мы очень душевные люди, очень чувствительные, я имею в виду душой. Поэтому мы и говорят о нас такое. Мы очень честны по отношению как к себе, так и ко всем остальным. Мы чересчур добры как к себе, так иногда и к нашим врагам. Мы все время даем право, возможность им исправиться. То есть вот это вот те качества, которые вот в нас есть. И, конечно же, величайшее качество русского мира – это сострадание. Сегодня, когда наш мир вокруг пылает, и вы видите, что происходит в газе, когда США одной рукой уничтожает тысячи и тысячи детей ежедневно, а другой рукой сегодня сбрасывает им продовольствие. Цинизм. Выше мерить цинизм. И вот, а у нас есть всегда сострадание. Поэтому в сторону Сирии, в сторону газа каждый день уходят колонны с нашими волонтерами и с продовольствием. Вот эти три качества, но еще раз повторюсь, у нас их больше, намного больше. Спасибо. Как, кстати, и в других странах. Спасибо. Олег, а вот расскажите, пожалуйста, как справиться с критикой? Вот самый большой критик, наверное, это ты сам. Вот как справиться с критикой самого себя и с внешней тоже? Ну, творческие люди, они ранимые, мне кажется. Вот написали про тебя что-то, и все. Вот молодежь за хейт все время переживает. Спрашивает, а как вот с ним бороться? Вы как с этим боретесь? Ну, смотрите, во-первых, я ненавижу критиков. Это моим как бы, ну ненавижу, ну терпеть я их не могу. Для меня, как правило, это люди неудачники, которые ничего не смогли сделать и не находят больше никакого другого времени и возможности для себя как-то себя заявить, чем начинать критиковать того, кто действительно работает, кто действительно делает. Смотрите, никогда не тратьте время на критику. Не читайте ничего про себя. Пускай они что хотят, то и делают. Великая мудрость востока. Собаки лают, караван идет. У вас есть цель и задача. А на то она и моська, чтобы лаять на слона. Так вот и пускай лают. Ничего в этом страшного я не вижу. Ну, пускай живут. Ну, хоть раз в вашей жизни был момент, когда прям в сердце самое попало? Когда хотелось отложить все и сказать, да зачем я вообще этим занимаюсь? Было такое? Нет. Многие бы хотели, чтобы в моей жизни был такой момент. Благо сейчас есть черный список. Я могу не общаться. Я могу себе позволить не общаться с теми, кто мне не нужен. Никогда не держите вокруг себя людей, которые вас не любят. Только потому, что вы их вдруг любите и считаете их своими друзьями. Если ваш друг делает так, что вам плохо, что вы постоянно находитесь под критикой, избавьтесь от этого балласта. Это не друг. Это не ваша. Ваша к вам придет. Вот и всего лишь только. Это мое мнение. Спасибо. А внешние факторы могут на вас повлиять? Внешние факторы, конечно. У нас сейчас происходит, и не мне рассказывать это аудитории, очень много происходит всего в мире. В 22 году, ровно через полтора месяца, когда Владимир Владимирович объявил о специальной военной операции, из 70 стран мира выносили мои книги. Мне присылали видео, как с греческого книжного магазина выносили книги Олега Роя. Понятно, что они их выбрасывали. И ты находился в состоянии такой, знаешь, турбулентности. Ты не понимал, как же так, что же это такое происходит. Но ты же понимаешь, что ты в первую очередь пишешь для тех, кто уже, простите меня за это слово, приручен к твоим произведениям. Они тебе важны. Люди все равно тебя будут читать. И вот главное не поддаться вот этому. Главное не сломать себя самому. Когда кто-то говорит, что его сломала критика, неправда. Это он себя сломал сам. Критика это был просто инструментарий. А ломал-то себя он. Выключайте в голову. Вам нужно думать о другом. Ваша жизнь, ваше счастье, ваша семья, ваша родина, ваш проект, ваш бизнес. Все, что угодно. Критики пускай останутся в стороне. Спасибо. Спасибо большое. Давайте следующий вопрос. Добрый день. Меня зовут Кирьянова Полина. Представляю Республику Татарстан. Олег Юрьевич, у меня к вам такой вопрос. Все-таки темой вашего выступления является достижение успеха. Скажите, пожалуйста, в какой период своей жизни вы почувствовали себя действительно успешным человеком? Нет. Вот как только я это себе позволю сделать, скорее всего, успеха больше никогда не будет. Успех, он сегодня вот здесь. Почему? Потому что вы здесь, лес рук. Потому что вы интересны для меня, а я для вас. Успех через полчаса будет на другой площадке. Успех – это вещь, которую нельзя сегодня заменить на что-то другое или сказать, все, я достиг всего, дальше уже не могу. Нет. Это не соревнование с самим собой. Это твой путь. Это твоя жизнь. Жизнь каждый день. Каждый день для тебя должен быть успехом. Мы проснулись. У нас все хорошо. Мы живем в прекрасных странах. Это уже успех. Уже. Мы уже должны гордиться. Мама здорова. Брат здоров. То есть ты находишь себе эти маленькие составляющие твоего успеха. Главное – верить, что ты и есть одна из составляющих этого успеха. Если ты в это веришь, успех везде. Спасибо. А самая ирония и юмор помогают в достижении успеха? Абсолютно точно. Если бы вы знали, как я юморю. Мне очень нравится издеваться над самим собой. Почему? Потому что мне нравится это. Мне нравится, когда в коллективе шутки, когда я могу себе что-то позволять и самое ироничное иногда относиться к каким-то своим проектам, выходкам, чему-то еще. Мы иногда делаем какие-то совершенно потрясающие выкрутасы, которые от нас не могут люди. Какие? Ну, это была, конечно, идеальная ситуация. Я знал, что на празднике военно-морского флота у нас на линии боевого соприкосновения находились пацаны с Североморска, с корабля. Я приехал на Петр Великий, есть такой корабль флагманский, потрясающий, стоит в Североморске. Ну, просто великолепие. И я понимал, что я приеду сейчас поздравлять матросов с праздником, с их профессиональным праздником. И не было подарков. Что мы сделали? Мы полетели в Донецк, поехали на линию боевого соприкосновения, забрали пацанов, которые выходили под ротацию именно из Североморска, с этих кораблей, и туда их привезли. И когда поднимали флаг, когда звучал гимн, когда это было торжество, и должны были вот-вот поздравлять, и меня позвали тоже на сцену, я вышел вместе с ребятами вот оттуда, с передовой. И это было нереальное совершенно ощущение единения нас всех. Вот иногда вот такие вещи ты просто обязан делать, ты обязан все время быть наготове, что от тебя потребует жизнь каких-то нестандартных решений. Но в этом ты и есть, в этом ты и отличаешься от всех остальных. Идти просто как караван, на который лают собаки, если опять же ту же мудрость брать, но идти бесцельно, в никуда это не мое. Спасибо. А вы знаете же, что иногда подчиненные дают какие-то прозвища своему начальнику? Вы знаете, как вас называют? Ну, у меня там по-разному, у меня есть такое слово, когда мне очень все нравится, вот очень все нравится. Вот кто как говорит? Вау, супер, кто еще? А я говорю всегда уф. Я говорю, уф, как здорово, уф. И я знаю, что мои меня за спиной зовут уфчик. Почти ройчик, только уфчик. Спасибо, следующий вопрос. Так. Олег Юрьевич, добрый день. Меня зовут Зыкова Анастасия Республика Мариел. У меня такой к вам вопрос. Есть ли у вас ежедневные привычки, которые помогают поддерживать работоспособность и добиваться таких высот и успехов? Да, конечно, у меня есть. Это пагубная привычка пить кофе. Я очень люблю кофе, причем люблю фильтр. Не какой-то там вот, а именно фильтр. Знаете, оно, наверное, более слабое, что ли, для меня. Я никогда не начинал день и никогда не применял для себя таких вещей, как энергетики. Да, вот никогда. Кофе, хорошее настроение. И самый главный ритуал. В ванной комнате я обязательно что-то пою. Это, вот знаете, когда ты проснулся, когда у тебя впереди еще ванна, душ, зубная щетка, и ты начинаешь мяукать, напевать, и это так здорово. Ты поднимаешь себе настроение. Поднял настроение себе, день будет прекрасен. Большое спасибо. А сколько чашек кофе за день? Я боюсь даже тебе вот... Литры. Это уже в литрах, я поняла. Это литры, литры. Кто следующий? Ой, Магнитогорск, мой любимый Магнитогорск. С какого берега? Мы не очень любим правобережников, если честно. Мы левобережники. Мы... Сейчас мы следующие тогда из Магнитогорска. Добрый день. Татарстан, меня зовут Камол. У меня вопрос в следующем. У вас очень много проектов, вы рассказывали прям про совершенно разные проекты, что вы постоянно, везде, всегда в работе. А как вы постоянно остаетесь в тонусе? Не перегораете, не выгораете? То есть, что вам помогает в этом? Ты знаешь, самое главное верить в себя и в то, что... Ну, вот как я могу перегореть, если мне это интересно? Перегораешь ты тогда, когда ты делаешь из-под палки что-то. Да, когда я приезжаю в Казань, да, первым делом я начинаю знакомиться с тем, что мне там интересно. А мне интересен Туган Батыр. Ты знаешь такого? Конечно. Это же все ваше. Это ваши сказы. Это ваши сказки. Это были и не были. И ты уже в этом во всем. И ты начинаешь его рисовать, начинаешь общаться, ты понимаешь, и начинаешь его встречать везде, на каждом углу, он тебе уже просто как будто попадается. Ты не можешь перегореть. Не в состоянии. А если все-таки в куче дел, вот в будущей какой-то рутине, у вас бывает такое или... Нет, в любой рутине, в любой куче дел, как ты говоришь. Помнишь, я говорил о двух составляющих. Одну ты делаешь для себя и командой, а другую для финансов. Если вот это финансовое тебя поглощает полностью, такое бывает, правда бывает. Мы ведь, ну, у нас у каждого есть обязательства перед собой, перед семьей. И иногда приходится идти на жертвы своего времени во имя и во славу того первого, финансы. И это тебя начинает уже полностью под себя зажимать. Тогда нужно делать вывод для самого себя. Ты должен либо искать альтернативу, либо найти дырочку в ремне, затянуть потуже и все-таки доделать все до конца. Только тому, кто идет вперед, дается то, что впереди ты для себя уже наметил. По-другому не бывает. Что вы пьете, чтобы так молодо выглядеть? Скажите, пожалуйста. Это был главный вопрос. А все остальные были такие, просто аккуратные. Чак-чак, кушаю. Ива, спасибо. Вы знаете, Олег, может, я не права, но мне кажется, вот вы такое слово сказали, рутина. Как вот устать от рутины? Просто если ты занимаешься тем, что ты любишь, у тебя это слово рутина, оно вообще отсутствует. Поэтому очень важно выбирать работу, та, которая тебе по душе, на которую ты ходишь с удовольствием. Тогда понятие усталость, рутина, выгорание, они просто навсегда уйдут из твоей жизни. Вот и все. Посмотри, как ты говоришь про свой график, рассказываешь, от которого многие бы с ума сошли от такого. Мы все разные. А для тебя этот график, это твоя главная зарядка в жизни. Это и есть твой успех. Не спать, не есть, литрами кофе пить. Но это твоя жизнь, которую ты любишь. Правильно же? Абсолютно. Я могу вам сказать один маленький пример, он прям короткий. У меня была моя первая учительница. Это был просто живчик такой. Знаете, все время она что-то делала, куда-то стремилась. Ей было глубоко за 80, когда она делала какие-то проекты, какие-то рефераты. У нее было два класса, которые она вела. И в какой-то момент ее дети уговорили уйти на пенсию. На пенсию. Они сказали, мама, ну хватит, ну уже внуки, ну позанимайся ими. И они уговорили ее. Она не хотела. И школа не хотела отпускать. И классы. Ее не стало через неделю. Все. Поэтому останавливаться нельзя. Друзья, нужно идти, идти, идти. Даже когда будете смотреть видео с моих похоронок, кто-то скажет, кто же встал из гроба и все-таки пошел. Это будет Олег Рой. Я все равно пойду куда-нибудь. Спасибо. А что чувствует Олег Рой, когда ставит финальную точку в тексте? Я чувствую только одно, что у меня есть еще четыре текста. И слава богу, что этот текст закончен, завершен. Я никогда не перечитываю с тем, чтобы что-то исправить. Иначе этим можно заниматься вечно. В этом и есть свой порядок. Поставил точку, убери в сторону. Иначе ты опять подвергаешь сомнение себя и то, что ты сделал. Точка во всем должна быть точка. В отношениях поставил точку, держись этого. Не надо ходить зад и вперед. Ты расшатаешь себя и того, кто с тобой рядом. Поставил точку в работе, не надо искать альтернативы где-то вокруг этого. Нет. Занимайся своим. Точка и есть точка. Либо уговори себя на запятую или многоточие. Я думала, ты не способен ставить точку. Оказывается, умеешь. К сожалению, нам сегодня приходится поставить точку в нашей встрече. Огромное спасибо, друзья мои. Давайте громко поаплодируем. Потрясающая беседа, невероятная лекция. Живые вопросы от ребят. На все честно ответили. Честнее, чем в разговоре со взрослыми. Олег Рой сегодня был вместе с нами. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.